Виталий, приветствую тебя! Очередной эфир, начинаем эту неделю, тоже очень важно, потому что впереди заседания Федеризерва. Столько уже было сказано про это событие, про то, что оно точно может вывести волатильность на какие-то совершенно рекордные показатели. Вполне логично, учитывая, что речь идет о процентной ставке, за которой все так следят, решение, которое повлияет на доллар, на американский фондовый рынок, вообще на отношение к риску, к защитным инструментам и так далее. По принципу цепной реакции понятно, что в движение придет, конечно же, все. Я общаюсь со своими коллегами, с теми, кто вообще интересуется тематикой финансовых рынков, конечно же, неоднократно обсуждал тему того, как и что произойдет с тем самым долларом по факту решения процентной ставки. Очень хороший вопрос и трудно сейчас точно спрогнозировать в итоге, что мы увидим. То, что должно быть логичным, если ставку, например, повысит сверх присутствующих на рынке ожиданий. Либо все-таки рост доллара, который, в принципе, за последние недели был значительным, это уже то движение, которое все слегка заложило в цены. И по факту заседания американского регулятора мы увидим совершенно другую динамику, нежели чем ту, на которую рассчитывают покупатели. Я думаю, что развязка уже совсем близка. Вот в среду, друзья, мы узнаем, как и что. Но нужно, чтобы у всех было какое-то представление, опять же, как лучше действовать сейчас и что делать. Я сторонник такого традиционного экономического подхода, фундаментального фона. Считаю, что доллар… Давайте прямо к демонстрации экрана перейдем, чтобы не мой пейс, как говорится, а график был. Так, секундочку. Индекс доллара как раз у меня сейчас открыт, 109.77 котировки. Когда в прошлый раз мы обсуждали ситуацию с долларом, он котировался на локальных минимумах, которые вот были в районе 108. И тогда, опять же, в центре внимания трейдеров был отчет по инфляции и ставший, собственно, причиной взрывного роста индекса доллара. Потому что скакнула базовая инфляция с 5,9 до 6,3% и вновь вернула на рынок идею того, что американский регулятор, который, в принципе, борется с инфляцией, на фоне повышения индекса потребительских цен, должен активнее ввязаться в эту борьбу. Активная борьба американского регулятора с высокой инфляцией – это фактически более высокие темпы повышения процентной ставки. И, собственно, после этого отчета впервые появились разговоры о том, что, может быть, американскому регулятору будет уместно повысить ставку даже не на 75 байсных пунктов, а на 100 байсных пунктов. И, конечно же, я с большим удовольствием подхватил эту идею, потому что я не против. Ведь если решение будет предполагать как раз повышение ставки на 100 байсных пунктов, на 1%, это то, что не оставит равнодушным доллар и точно обеспечит ему рост к новым многолетним максимумам. Я по-прежнему сторонник того, что американский регулятор повысит ставку как минимум на 75 байсных пунктов, но самый фанатичный, как я неоднократно отмечал на своих брифингах, покупатель во мне, позволяет мне предположить, что решение будет более агрессивным. И, соответственно, дальнейший рост индекса потребительских цен и, соответственно, скачок интереса к доллару, который может последовать после этого. Это очень хорошее условие для пробоя индексом доллара, сопротивления психологического 110 пунктов, на что я рекомендую сейчас осмотреть. Поэтому сделка по индексу доллара будет в покупке, ты знаешь, даже не дожидаясь отметки 110 с текущих уровней, стоп-лосс на отметку 109 пунктов и ждем уже мощного роста. Надеюсь, что в том момент, когда мы с тобой проведем следующий эфир, этот рост будет продолжаться и дальше. И, соответственно, индекс доллара уже будет где-то в районе 111 пунктов. Валютная пара, которая коррелирует, разумеется, с укреплением позиций доллара, циндекса доллара, это фара евро-доллар, сейчас котировки 0,9969, давление на главный валютный риск сохраняется. Я думаю, что все прекрасно понимают причины такого внутреннего европейского характера, слабая статистика, аналитический кризис. Ну и, конечно же, доллар, который поджимает все, что имеет отношение к риску и является еще одной причиной этих негативных настроений. Здесь будет такая же рекомендация, хотя действовать прям с текущих уровней я бы не стал. Все-таки уже сколько раз обхаживали паритет, и после этого пара, остальное несколько десятков пунктов, чтобы не помещать себя, опять же, в условия вот этой их положительной консолидации с плавающим убытком, я предлагаю забросить отложку sell limit на уровень 1,0050. И оттуда уже попробовать шортить опом на отметке 1,0120 и take profit на уровне 0,98. Так, ну, собственно, в прошлый раз я тоже обозначал перспективу снижения европейской валюты. Пока что мы видим слабость евро, но это все-таки не тот мощный обвал, который хотелось бы увидеть реально продавцам. По золоту тоже была рекомендация продать с уровня 1730. Эта рекомендация очень хорошо себя отработала. Фактически мы сейчас на уровне 1663, я думаю, что распродажи будут продолжены, потому что, на мой взгляд, золото вряд ли может расти, когда мы видим такие почти конские показатели по доходности десятилетних трежерис, американских облигаций, двухлетних бумаг, по-моему, двухлетний сейчас уже на отметке 3,83, а десятилетний, у меня там график открыт, сейчас скажу, 3,45. При таких доходностях, конечно же, залазить золото, которое не приносит сейчас вообще никаких результатов в плане прибыли и дохода, это очень опрометчивое решение. И ты знаешь, вот мой знакомый скинул мне из какого-то телеграм-канала картинку, что было бы, если бы я вложил 10 тысяч долларов, ну это гипотетически, в золото 10 лет назад, то сегодня бы у меня были бы эти 10 тысяч долларов. То есть фактически абсолютно бесполезные инвестиции, я не хочу принижать иначе золото прямо вот сейчас, но золото меня вообще все не разочаровало. Почему? Я тебя перебью, а я знаю человека, который инвестировал в золото 20 лет назад. Во что? В золото 20 лет назад. Да. То есть не 10 лет, а когда оно стоило там в районе 200-300 долларов за тройку. Ну, согласен, принимается, что здесь такими перспективами, горизонтами мыслить. Но золото меня расстраивает. Почему? Потому что ну совсем оно не показало себя. Может быть, что-то изменится в ближайшее время. Но когда все говорят про вот эту беспрецедентную мировую инфляцию, когда совершенно вообще не ясно, что произойдет завтра из-за того, что уже случилось столько всего, что вряд ли могло произойти в нормальном мире. Золото остается под давлением. И вот это... Да-да, смотри, вот все верно мыслишь, да. Вот я на днях слушал одного экономиста, очень такого популярного, скажем, не блогера, а экономиста. Такого реально. Он говорит, что золото это является единственным, скажем, такими реальными деньгами. Все остальное это бумажки. И почему оно не растет? Потому что крупные банки, они когда, скажем, хотят там получить залог, что-то, да, то они выбрасывают большое количество золота на рынок. И таким образом скидывают цены специально, да, чтобы его придавить. И таким образом, а так, если бы этого не происходило, на самом деле золота очень мало. Эквивалент доллара и других валют напечатали в сотни раз больше. И, скажем, золото уже по нынешним ценам должно там стоить в космосе, да. Поэтому, возможно, оно позже, скажем, если будет очень хорошо. Когда уже, скажем, вот эти крупные ЦБ, скажем, не справятся с тем негативом, которые будут на рынках, там, в ближайшие, там, несколько лет. Ну, а пока что в краткосрочной перспективе я предлагаю не стараться обыграть вот этот мощный нисходящий тренд. Не хочется, конечно же, ставить прям совсем каких-то нералистичных целей на текущем затрате. Например, как я видел от САГСа, 1400-1300 долларов за трех комнат. Ну, мне кажется, это маловероятно. Но я рекомендую пользоваться текущими распродажами, особенно на фоне вот этого озвученного прогноза, потому что доллар имеет больше шансов вырасти в рамках этой недели, нежели чем упасть. И, соответственно, золоту придется еще тяжелее. Шортите с целями 1650-1640 долларов за тройскую комнату. Это фактически, прямо если брать как косочный горизонт, 12 долларов, учитывая обвал за последние часы, это может быть уже тоже еще пару часов, и мы увидим тесты этого уровня 1650. Ну, а подольше, чтобы посидеть 1640. Ну, ни в коем случае пока что не покупать. Вот на этих тогда трех активах я остановлюсь. Слово тебе, Виталий? Видно рабочий экран? Пока нет. Грузится. Все видно. Итак, ну, давайте пройдемся по прошлым неделям. Там свое видение, скажем, на эту неделю. Ну, скажем, как на эту неделю. То, что рынок показывает сейчас, то, что на протяжении недели рынок может менять какие-то свои сигналы, это уже другое. Другое. Итак, напомню, на позапрошлом нашей битве, если я ошибаюсь, позапрошлая это была, я давал рекомендации по акциям. На понижение, если помнишь, это были две акции. Я картинку не показывал, потому что там что-то было с демонстрацией. Я называл цены и причины снижения. Да, помню. Да, для тех, кто следит за мной, в принципе, и подписан в Телеграме, то я эти идеи дублировал на прошлой неделе, в среду или во вторник на своем YouTube-канале. Я записывал топ-5 среднесрочных идей на осень. И там я детально рассказывал, почему как детально, в течение двух минут, почему я вижу шорт Federal Express и акции Visa. Ну, первая ласточка прилетела, смотрим, акции Visa, смотрим. Я советовал шортить. Тогда цены были где-то в районе 200 долларов, там плюс-минус, сколько долларов торговали, там 203-205. С целями 150 и 100. Первую цель по Federal Express мы сделали в пятницу, в прошлую. То есть красивый геп. То есть, как мы видим, графически здесь, так скажем, очень красивая фигура была на разворот текущего долгосрочного тренда наверх. У нас был импульс накопления с понижающимися максимумами. Мы пробили сильную поддержку и улетели на 150. Я думаю, что вторая цель, такая более долгосрочная, это в районе 100 долларов по данному инструменту. Причина, ну, я уже называл это технически, плюс фундаментально у нас второй квартал идет снижение чистой прибыли по Federal Express. Ну, плюс глобально. Ну, и таким триггером было это выступление в четверг главы FedEx, который говорил, что доставки очень сильно уменьшились. Раньше был бум такой, достаточно, когда был ковид. Там 20-21 год, сейчас все ушло на ноль. Население тратит деньги, скажем, больше на развлечения, на рестораны, нежели там на покупку каких-то товаров и доставка их. Поэтому, ну, и плюс он также озабочен глобальной рецессией. Поэтому такая реакция минус 20% за один день по акциям Federal Express. По акциям Visa я аналогично давал Short. Тоже там аналогичные цены в районе 200 мы торговались. По чуть-чуть мы падаем. То есть мы где-то в районе вот здесь 200 долларов с копейками там мы торговались. Немножко там, несколько процентов мы падаем. Я думаю, что здесь потенциал огромнейший. У нас текущие цены 193. Или с текущих, или там коррекция в районе 200, плюс-минус 205. Если она будет, глобальные цели тоже. Очень крупное накопление. Мы практически с более чем полгода накапливаем. Я думаю, из этого будет прострел примерно аналогично в район 150 и, возможно, 100. Ну, 100 – это такие более долгосрочные цели. Поэтому, кто ранее не шортил, предлагаю там дальше шортить акции Visa. Ну, и, в принципе, по S&P 500 здесь аналогичная картинка. В прошлый раз никаких сигналов на шорт по S&P 500 не было. То есть мы локально росли. Там был один момент на рынке. Это я во вторник заметил. Это по всем валютам и по S&P 500, по золоту. Там рисовались дивергенции на часовиках. Вот этот рост локальный, который был, он рисовал дивергенцию. Я там лично не шортил S&P 500, но после вот этого импульса вниз также всем советовал шортить. То есть было уже подтверждение на снижение. Поэтому S&P 500, конечно, ну, текущие цены можно шортить, но здесь сложно определить со стоп-бозой. Ну, пока на понижение по данному инструменту. Крипта аналогично здесь, скажем, такой даунтренд пошел. Я аналогично на прошлой неделе записывал видео по прогнозу по биткоину эфиру на шорт. По золоту. Я давал рекомендацию на покупку в прошлый понедельник. Я покупал ее со своими ребятами в районе 1700 примерно 10. На битве давал уже повыше цены. Росли в понедельник утром где-то в районе 1720. Я видел сильный рост, но, скажем, закрытие понедельника показало, что мы закрылись... Чуть увеличу. Мы закрылись в понедельник ниже этого уровня. И плюс здесь дивергенция трясовалась. И я зафиксировал своим ребятам, говорил, половина позиций зафиксировать без убыток, потому что здесь возможности и нести движения на вот этой инфляции, которая была у США. На текущий момент, в принципе, я поддерживаю. Здесь пока все смотрится на шорт. Если будет какая-то реакция, я думаю, здесь зона такая достаточно интересная. В глобальном выражении у нас получается... Мы пробили сильный уровень поддержки 1680. Это минимум 2021 года. Возможно, здесь образуется какой-то ложный пробой, и мы уйдем наверх. Ну, по факту, когда нарисуется, следим. Я уже там буду под понедельником говорить, или в своем телеграм-финале. Нефть за шорт. Конечно, цены уже в 10.30-11 утра. Цены для шорта. Я своим ребятам писал на откате вот здесь шортить в пятницу. Ну, пробовать шортить из текущих. У нас цена, получается, по бренду 9080 со стоплосом за пятничный кай. Возможно, мы будем падать в район минимума в сентябре там 87 и ниже. Ну, и по валютному рынку я, в принципе, с тобой согласен. Залон по индексу доллара. Насколько он сильный будет. Рынок, в принципе, как ты уже отметил, он учитывает это поднятие стати. Но все боятся по поводу процентов будет или 0.75. Если 0.75, то, я думаю, возможно, там реакция в среду будет какая-то обратная, мы уйдем на коррекцию. Но пока за шорт по евро-доллару дублироваться. Откатит ли он в район парикета 1.00, возможно, или из текущих пробовать шортить стоплос за пятничный хай. То есть пока по евро-доллару я шортист. Ну, и по другим валютам аналогично. австалийский доллар, шорт, новозеландский. Пока вот так. Спасибо, Виталий, за комментарии. Ну что, еще раз напоминаю, что в эту среду событие масштаба, может быть, даже по крутости последних месяцев, все-таки заседание ФРС, и столько под него заложено уже, что оно будет судьбоносным и для доллара, и для американского фондового рынка, и для американских облигаций и так далее. Поэтому остается только добавить, что, ожидая такую волатильность, нужно, безусловно, контролировать риски и следить за загрузкой депозитов, не злоупотреблять плечами. Это не нужно сейчас, потому что рынок, ну, даже сегодня, опять же, за буквально три дня до заседания американского регулятора, мы видим то, насколько мощными остаются тренды, тенденции, слабости риска, и я думаю, что никто даже и не сильно удивится, если, например, под конец торговой сессии мы получим обратную динамику перед заседанием ФРС, так же быстро начнут риск выкупать. Здесь просто нужно быть преданными своей какой-то идее, друзья, не нужно метаться туда-сюда, и если уж вы заложились под повышение процентной ставки, которая, напомню, может предполагать свою рост на 100-борисных пунктов, то нужно рисковать в данном случае, ну, в пределах, опять же, правил риск-менеджмента и ждать дальнейшего крепления курса доллара. Виталий, еще раз тебе большое спасибо за твои идеи и по рынку криптовалют, по фондовому рынку. Для разнообразия, конечно же, замечательно, я думаю, что все эти благодарные прекрасные сделки по акциям вышли. Ну, хорошие тоже недели, классного трейда тебе под ФРС и подведем итоги тогда в неделю. Спасибо тебе. Да, видно экран сейчас? Да, серебро. Ну, хотел добавить, да, по серебру, в принципе, я задублировал золото твое, в принципе, чтобы не дублироваться, такая интересная идея, возможно, по серебру на шорт. У нас текущие цены 19.25, шортить, и здесь, возможно, с этого накопления у нас получится хорошее снижение, для как раз вспомнил, что я утром своим ученикам писал о шорт, мы чуть-чуть повыше шортили, где-то писал в 8 утра, торговались в районе там 19.50, и здесь мы, в принципе, можем, думаю, добить до пятничного минимума, и намного ниже выйти там в район 18 долларов. Такой еще бонус будет, кто досмотрит запись до конца, увидит. спасибо еще раз, и пока. Все, пока, удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...